Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем, что интересного произошло в Самаре на этой неделе. Коротко о некоторых темах. Сохранить социальную направленность. В Самарской губернтской думе обсудили бюджет области на следующий год. Праздник для жителей Пятой Просеки. Там торжественно открыли территорию вокруг озера Леснуха. Более тысячи новых мест. В Самаре завершается строительство и реконструкция детских садов. Ложная тревога. На этой неделе самарские водители два дня штурмовали диспансеры и поликлиники. В пятницу должен был вступить в силу закон, согласно которому наркологи должны были не просто ставить печать в медсправку для получения прав, но и проводить тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови водителей. Это влекло за собой подорожание справки до 7-8 тысяч. И в последние два дня до повышения стоимости услуги люди надеялись сэкономить. В итоге заместитель министра здравоохранения России Олег Сологай в соцсетях сообщил, что принятие непопулярного решения пока откладывается. Психиатра я уже получил, осталось только нарколога. И вот в связи с такой ситуацией стоит очередь где-то в два с половиной часа, чтобы получить одну справку. Ой, я вот с утра здесь. Я вспотел, видите, вышел, расстегнулся. Ну, очень долго. Бюджет Самарской области на 2020 год принят в первом чтении. Главный финансовый документ сверстан бездефицитным. Доходы и расходы запланированы в сумме почти 150 миллиардов рублей. Каковы основные цели документа узнала мэрия Илчан. Региональный бюджет сохранит социальную направленность. При формировании главного финансового документа области учитывались просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов. Каждое предложение рассмотрели. Доходы бюджета на ближайший год составят около 150 миллиардов рублей. В основном за счет поступления налоговых платежей от организаций и доходов физических лиц. Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который обеспечит не только выполнение всех социальных обязательств Самарской области, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов. Основная часть средств при расходовании бюджета будет направлена на решение социально-экономических задач и реализацию нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Две трети бюджета – это социальная направленность. Это образование, это здравоохранение, это социальные мероприятия и нужды людей. Поэтому все делается для людей. Бюджетная обеспеченность позволяет вводить новые меры соцподдержки. С 1 января 2020 года подарочный комплект стоимостью 10 тысяч рублей будет вручаться семьям, в которых родился первый ребенок. Кроме того, в проекте бюджета на ближайшие годы предусмотрены средства на улучшение жилищных условий. Уже в 2020-м новые квартиры получат 1280 молодых семей. Социальная политика, она всегда приоритетна. Во-первых, социальная политика – это забота о всех категориях населения. О детях, о семьях, о наших пенсионерах, о дружинках тыла, о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы с вами наступаем год 75-летия. И впервые за последние пять лет идет индексация всех мер социальной поддержки. Никогда такого не было. Впервые за несколько лет в 63-м регионе будут возведены и реконструированы корпуса в семи детских оздоровительных лагерях и двух учреждений социального обслуживания населения. Запланировано строительство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спорткомплексов. Также продолжается активная работа по снижению объема государственного долга региона. Это задача, которую поставил Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы региона. За последние два года госдолг губернии сократился на более чем 12,5 миллиардов рублей. Мария Елчан, Максим Гусев, События. Социальную направленность сохранит и главный финансовый документ Самары. Доходы городской казны без учета безвозмездных поступлений на 2020 год утверждены на сумму более 15 миллиардов 622 миллионов рублей. Собственные доходы планируются выше на 2% чем в предыдущем периоде. Основная доля расходов приходится на социальную сферу. 46,5% бюджета запланировано направить на образование, культуру, социальную политику и спорт. 30% на ЖКХ, транспорт и дороги. Представленный в Думу проект бюджета подробно рассматривался на заседаниях профильных комитетов. С учетом всех поправок документ рассмотрят во втором чтении. Еще раз совместно с администрацией проработают вопрос об учете первоочередных расходов. Кроме того, ожидается финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов. Бюджет как раз принят бездефицитным, то есть на собственные ресурсы. Но и надо отметить, если мы посмотрим стартовые возможности 2020 года, то у нас идет увеличение собственных доходов. Вы знаете, что наш главный источник это земельный налог, это налог на имущество, это налог 2НДФЛ, физических лиц. И, конечно, это результат большой работы, которую проводят на местах администрации. Одним нужен качественный ремонт от управляющей компании, другим парковка и спортивная площадка. Глава города Елена Лапушкина на этой неделе провела прием граждан. С какими еще вопросами обратились жители Самары, знает Елена Малютина. Некачественный ремонт от мостки в доме номер 71 на улице Садовой – давняя проблема для жильцов 23 квартир. Во время дождей вода протекает в подвал. Больше всего страдает расположенная рядом квартира Марии Ионовой. Женщина много раз жаловалась в управляющую компанию. Там приняли меры, но их, считает Мария Ивановна, недостаточно. Поэтому она обратилась к главе города. Елена Лапушкина поручила в кратчайшие сроки главе Самарского района Роману Радюкову собрать экспертный совет, определить, какой ремонт требуется и выполнить работы. Горячая вода летом для жителей одного из домов в железнодорожном районе – удивительное явление. 16-этажный дом – последний на раздачу горячего водоснабжения. С 31 дня, 14 дней, вода меньше 50 градусов и давление 4,5, тройка, я не могу на 16-й этаж поднять. У меня конструктивно заложено так, что нет станции поднятия давления. Инженерные системы дома пробовали неоднократно регулировать, но результата нет. Поэтому решено установить станцию по поднятию давления. Ее стоимость – около полумиллиона рублей. Финансовое решение предложил глава железнодорожного района Вадим Тюнин. Сейчас есть программа по энергоэффективности, которую предлагает фонд реформированный ЖКХ. В рамках этой программы, если вы выполняете свои средства мероприятия по энергоэффективности и показываете экономию, чтобы образовываться на доме, они вам компенсируют до 80% затрат того, что вы понесли. У нас на сегодняшний день 4 таких дома уже занялись. На улице Мяги возле домов номер 6, 8, 10 и 12 убрали гаражи. Жители обрадовались и решили организовать парковку и спортивную площадку. Мария Чурукова и Людмила Чекмезова обратились к главе города, чтобы решить этот вопрос и включить их двор в программу по благоустройству. По поводу программ. Я бы вам все-таки рекомендовала поучаствовать в программе содействия. Это губернаторский проект. Ну, логика такая же. Разрабатывайте дизайн-проект, прописывайте общие собрания. Также жители железнодорожного района хотят сдвинуть пешеходный переход возле диагностического центра ближе к 11 и 12 домам по улице Мяги. Глава города Елена Лапушкина поручила решить этот вопрос. Елена Малютина, Константин Головин. События. А вот лесопарковую зону рядом с озером Леснуха в порядок уже привели. На пятой просеке появился сквер. Жители обратились в город-администрацию с инициативой о благородить территорию. Долго ждать не пришлось. И вот спустя пару месяцев здесь уже могут отдыхать родители и дети. Сергей Кизоркин увидел торжественное открытие сквера. Теперь в крупные парки Самары, вроде Загородного и Гагарина, семья Злобиных будет ездить только по большим праздникам, рассказывает Наталья. А для ежедневных прогулок вполне подойдет новый сквер рядом с озером Леснуха. Здесь появилась площадка, построенная в виде террас, скамейки, фонари и детский аттракцион. Конечно, очень нравится то, что вот именно здесь вот дорожки, плитку везде положили, ограждение для детей, потому что здесь было достаточно опасно для маленьких. И то, что можно спуститься с коляской. Пандус большой очень сделали, можно спуститься с коляской с детским велосипедом. Это очень удобно. И площадка, конечно, замечательная, так вписывается в местную природу. Она не какая-то там цветная, а вот именно в натуральных таких цветах очень-очень нравится. С идеей создания сквера на пятой просеке местные жители обратились в городскую администрацию. Отклика долго ждать не пришлось. Нашелся спонсор проекта. Подрядчики быстро привели в порядок участок леса вокруг озера. Здесь нет классических, хороших дворов. И одной из центр притяжения должна стать именно была эта территория. Первая – это дубовая роща и природный памятник на сегодняшний день регионального значения озера Леснуха. И сегодня мы говорим о том, что он появился и дай бог он будет сохранен. Рекультивация леса вокруг озера Леснуха велась глобально, рассказал глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов. Вывезли тонны мусора и сухостоя, снесли ненужные хозобъекты, построили ливневую канализацию, укрепили береговую линию, появился пирс и небольшая набережная. Нашли возможность, как реализовать этот проект. Безусловно, все это проходило под тесным контролем жителей, которые на пятой просеке очень активно себя проявляют во всех социальных инфраструктурных проектах. Мы всегда прислушиваемся к их мнению. Уборка сквера и уход за озером легли на плечи районных властей. Однако и местные жители не хотят оставаться в стране. Они готовы выходить на субботники, отмечать праздники и устраивать народное гуляние. Еще одна мечта – запустить водоем рыбу и отдыхать на берегу с удочкой. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Более тысячи мест станут доступны после того, как откроются детские сады, что строят и реконструируют по национальному проекту «Демография». В четверг стройплощадки дошкольных учреждений осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Где работы уже завершаются, а где необходимо небольшое ускорение – в репортаже нашей съемочной группы. Асфальтируют дорожки, стелют покрытие летней веранды. Строительство детского сада на Ташкентской продолжается. Уже появились большие витражные окна. Заканчивается покраска фасада. Смонтирован теплоузел. С момента подачи отопления работы будут проходить в круглосуточном режиме в три смены. Сейчас как отопление, с пятницы в субботу даю, я сюда людей добавлять буду порядка 20-30 человек. А вот в детском саду на Алматинской внутренние помещения почти готовы. Осталось закончить монтаж потолка, покраску комнаты и установить сантехнику. Она уже заказана и будет доставлена в ближайшие дни. Основные силы подрядчик сейчас направил на благоустройство территории. Большие объемы выполнения по внутренним работам. Там надо ускориться по внешнему благоустройству. Погода пока что это позволяет сделать. И мы полагаем, там все работы также будут выполнены. Кроме строительства новых детских садов в городе продолжается реконструкция еще двух зданий, в которых ранее уже располагались дошкольные учреждения. На новой вокзальной 213 готов фасад детсада. На территории установлены беседки и спортплощадка. Внутри продолжаются работы по покраске и устройству пожарной сигнализации. А на Карла Маркса 448А уже полностью готов второй этаж. Осталось лишь завести мебель. В понедельник завозим всю мебель сразу, всю, несколько мазов. И будем потом потихоньку собирать. Самый высокий процент готовности у детского сада на Георгия Ратнера. Здесь даже стены успели расписать веселыми рисунками. В здание подается отопление. На двух этажах начали уборку после ремонта. А на улице вокруг сада выросли беседки и игровые площадки. Готовность у нас практически 90%. Здесь уже на двух этажах ведется отмывка помещений. Поэтому здесь у нас опасений каких-то по невводу объекта совершенно нет. Строительство и реконструкция детских садов в Самаре выполняется по национальному проекту «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. Глава Самары Елена Лапушкина поручила увеличить количество рабочих и строго придерживаться намеченных сроков. Все объекты планируют сдать до конца этого года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Эти события собирают гостей со всей России. Сразу восемь самарских проектов стали призерами и победителями национальной туристической премии Russian Event Awards. В Самаре прошла торжественная церемония награждения финалистов. Эта премия ежегодно отмечает лучшие праздники и фестивали в сфере событийного туризма. Чем Самара удивляет гостей, расскажет Лариса Шалафаст. Самарский проект «Соколь и горы» среди победителей престижной премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В 2015 году в гонках участвовало всего 100 человек. В этом уже 500 спортсменов вышли на старт дистанции 10, 17, 34 и 51 километр. Широкая география участников – две страны, 39 регионов России. Начав заниматься этим марафоном 6 лет назад, мы никак не ожидали, что есть такие премии. Мы просто делали свое дело, хотели продвинуть свое событие, продвинуть спорт в Самаре и Самарской области. Еще одна победа у Самары в сфере культуры. Бронзу как «Лучшее культурное событие» взял фестиваль «Седьмая симфония», посвященный творчеству композитора Дмитрия Шестаковича с участием артистов Большого театра. «Особенно тяжелые номинации, на мой взгляд, это номинации спорта и культуры, потому что проекты все знаковые, они крутые, они привлекают туристов, поэтому соревноваться и защищать среди лучших из лучших – это большая честь, тем более отстаивать городской вокруг Самары». Всего в финал национальной премии в области событийного туризма «Раша Ивент Эвордс» прошли 262 проекта из 60 регионов страны, 10 из них – самарские. За право провести у себя на территории финальные мероприятия премии ежегодно борются разные регионы России. Для Самары и нашего региона это дополнительная возможность наладить партнерские связи с соседями. «У нас есть огромный потенциал, это и природные ресурсы, это историко-культурное наследие, это огромное количество событий, проводимых на территории нашего города. Подобные события, безусловно, способствуют реализации данного потенциала». Для участия в стратегических сессиях и церемонии подведения итогов в Самару приехали около 300 гостей, в том числе 30 ведущих российских экспертов в сфере туризма и гостеприимства. Одно из знаковых событий – подписание соглашения между Самарой и Нижним Новгородом о туристическом сотрудничестве в планах совместной семинары, выставки и обмен опытом. «Наши города очень похожи, они находятся на Волге, мы все жители по Волжье, и поэтому развитие туристского потенциала – это не только развитие экономики, а в том числе развитие лояльности жителей города к самому городу. Для нас очень важен деловой обмен, промышленный обмен, обмен предпринимательскими идеями». «Russian Event Awards» выходит на новый уровень. С 2020 года туристическая премия станет международной. «Это теперь будет международная туристская премия в области событийного туризма, потому что уже буквально вчера, позавчера мы получили запросы от Болгарии, Монголии и других стран, я уж не говорю о республиках бывшего Советского Союза, которые готовы присоединиться». Всего победителями престижной премии стали 8 самарских проектов. Это фестиваль «Молодые комедиографы» в гостях у Ильдара Рязанова, фестиваль «Цветущая Самара», молодежный форум «Иволга», форум «Турпритяжение», арт-объект «Кошка, хвост трубой». Гран-при номинации «Лучшее средство размещения для проведения тур-события» получил отель «Лотте». Лариса Шлафаст, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, Максим Гусев. События. Проходит все, а живопись жива. Виртуальный проект «Шедевры музеев России» позволяет приобщиться к сокровищам культуры, хранящимся в музеях России, не выезжая из родного города. Каждый месяц Дворец ветеранов собирает любителей искусства. Подробнее в следующем сюжете. Галина Дитинкала много лет на пенсии, но сколько себя помнит, всегда тянулась к прекрасному. В молодости на путешествия ни денег, ни времени не было, а сейчас уже и сил нет. Поэтому проект «Шедевры музеев России», который можно увидеть в Самарском доме ветеранов, для Галины Васильевны, оказался находкой. «Не всегда есть возможность съездить в тот город, где есть этот музей. А здесь такое познание, здесь такая красота. Вы знаете, тем более красота спасает мир, правильно? И так интересно все это стоит, здесь так интересно все рассказывают. Я с большим удовольствием хожу сюда». Мультимедийный проект носит культурно-просветительский характер. Мировые шедевры жители могут увидеть, не покидая пределов родного города. В этом году любители искусства во дворце ветеранов встречаются уже в восьмой раз. У них появилась возможность посмотреть видеофрагмент о биографии известного русского художника Виктора Васнецова. Виртуально прогуляться по дому, в котором он жил и работал, над известными картинами, такими как «Баба-яга», «Спящая царевна», «Сивка-бурка», «Кощей бессмертный», «Царевна-легушка». В атмосферу русской сказки помогает окунуться и аккомпанемент ансамбля народных инструментов. «С нами работают профессиональные художники, которые объясняют, как нарисовано, что те или иные шедевры значит, что в них изображено. Это всегда еще и музыкальное сопровождение, то есть это более глубокое погружение в тему». Каждая встреча вызывает особый отклик у людей старшего поколения. Это возможность не только получить новую информацию, положительные эмоции, но и прикоснуться к прекрасному, которое порой совсем близко. Юлия Фролова, Николай Епифанов, События. Творчество с добрыми намерениями. Самарские полицейские совместно с одним из крупнейших банков России представили спектакль «Гусарская баллада». Постановку приурочили к своим профессиональным праздникам и сделали благотворительной. Все вырученные средства передадут фонд «Евита». Зрителям спектакля стала и наша съемочная группа. Привычную полицейскую форму сменили гусарские мундиры, а банковский дресс-код – бальные платья. Сотрудники МВД и одного из крупнейших банков России вместе погрузились в атмосферу XIX века и поставили на сцене гусарскую балладу. Спектакль с песнями и танцами – отличная возможность для служащих проявить свой творческий потенциал и разбавить ежедневную рутину. Как признается режиссер, с таким актерским составом работать очень легко. Настолько организованные, четкие, во сколько репетиции назначены, настолько приходят. Сказать выучить текст – выучили. Сказать наклеить усы – наклеили. То есть вот в этом это просто восторг, наверное, для любого режиссера, когда вот такие исполнители. Идея раз в год ставить на сцене спектакли зародилась у банковской компании несколько лет назад. В этом году творческий вечер решили сделать вместе с полицейскими, посвятив его сразу двум праздникам – Дню банковского сотрудника и Дню полиции. Кроме того, спектакль благотворительный. В фойе собирали средства для фонда «Евита». Он оказывает помощь семьям с палеотивными детьми, детьми-инвалидами и детям-сиротам. Возглавляет фонд ведущая программы «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС» Ольга Шелест. И на самом деле вот это очень важно, особенно сейчас в конце года, потому что бюджет любого фонда к концу года исчерпывается, а люди нуждаются в помощи всегда. И наше направление, оно такое между жизнью и смертью. Если мы сейчас не поможем ребенку, его может просто не стать. Я думаю, это очень благородная задача, которая делает наше выступление не просто какой-то самодеятельностью, а именно спектаклем со смыслом и объединяет наши усилия в благом деле. Идея совместить творческие порывы с благородным делом понравилась и артистам, и зрителям. А потому у такого доброго проекта есть все шансы, чтобы стать уже доброй традицией. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Бантик, бабочка, даже каждый стежок – все продумано до мелочей. В Самаре представят коллекцию женских еврейских головных уборов, созданную местной мастерицей Юлией Коган. Такая трактовка головных уборов в России будет представлена впервые. Елена Малютина расскажет подробнее. Я более такая приближенная, более к национальному колориту. А вот у нашей модели Елены, у нее более такие вот современные трактовки этого головного убора. Здесь определенная шапочка, здесь бантик из норки и так далее. Вот у модели Натальи, у нее, например, идет уже зимний вариант. Вязать, шить, вышивать Юлия Коган умеет с детства. А созданием головных уборов увлеклась более 20 лет назад. Свою первую работу она сделала для сына. Это была вязаная шапочка, обшитая мехом из песца. Друзья высоко оценили работу Юлии, и она стала шить для них головные уборы в подарок. А через некоторое время увлеклась историей еврейских головных уборов. Сейчас в ее коллекции более 200 работ, и каждая по-своему уникальна. В этой работе все продумано до мелочей. Использовали эксклюзивные технологии обработки меха. Подклад ободка – шелковый бархат. Также применили кружево. Металлизация меха – это разработано в России. Технология была использована на разных показах. На мех наносится на напыление металлических составов – серебряного, золотого. А также, вот вы видите, это система хамелеон. Бантик, бабочка – буквально каждый стежок имеет свой авторский стиль. Супруг Юлии Марк Коган – заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального духового оркестра и руководитель еврейской общины. Увлечение жены поддерживает. Это настолько новое веяние, настолько это возврат к историческим каким-то моделям, к историческому наследию. Есть традиции многовековые, на которых зиждется все. А именно, покрытая голова – знак уважения. Знак уважения к Всевышнему, знак уважения к дому, знак уважения к гостям. А уж как она покрыта, об этом может только фантазировать женщина. Мужчине в голову не придет, что можно что-то придумать вместо кепки. Еврейская женщина – это красивая, это статная, это ухоженная, это просто цветочек в нашем мире. Каждый головной убор будет называться еврейским древним именем. Шушана – есть имя Сара. Для каждой модели будет предназначено какое-то древнее имя. Судя по ее колору, судя по ее глазкам, по ее структуре. Совсем скоро самарцы смогут увидеть коллекцию Юлии Коган. Модный показ головных уборов пройдет 24 декабря. Работы мастерицы представят женщины разных возрастов. Самой старшей модели – 60 лет. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова